Чё? Я не поняла, что значит жара? Когда мама возражала, я не смотрела на жару! Но помните, как в моём детстве на отдых отправляетесь в деревню к бабушке! Мои лявочки, мои, привет! Я на рынок собралась! Хочу купить вам что-нибудь вкусненькое, каких-нибудь витаминчиков! Может, со мной хотите пойти? Мама, нам так лень! Там так жарко! Ну ладно, не ходите, отдыхайте дома на диване! А что вам купить тогда? Нам бы ягодок вкусных! Чернички, клубнички! Голубички! Ну хорошо, мои хорошие, куплю вам витаминчиков! Отдыхайте! Всё, пока! Как хорошо, когда добрая мама! Не говори! Что-то в животе бурчит! Что-то вкусненького хочется! А на улице жара такая, никуда не хочется идти! Хм, так у меня ж детей полно хата! Малые! Малые! Да, мама, что случилось? Что случилось? Что-что? На рынок сгоняйте, купите мамаме что-нибудь вкусненького! Клубнички, витаминчиков каких-нибудь живо! Давайте, давайте! Ну, нам лень, мама! Давай ты сама! Там жара! Чё? Я не поняла, что значит жара! Когда мама вас рожала, я не смотрела на жару! А ну-ка быстро для мамочки любимой метнулись на рынок! Ну, ладно, мама! Только денежки дай! Пожалуйста! Чё? Денежки? За денежки любой дурачок купит! А мамка вас умными воспитала! Шуршите, покупайте! Давайте, давайте! И побыстрее! Быстрее! Нигде не задерживайтесь! А то у меня уже желудок прям кричит! Бега! Да! Бежим! Вот так бы и сразу! А то начинается тут! О! Так и знал! Сидят! А что вы делаете, мальчишки? Папа, мы браво играем! Ну, какой браво, детишки? На улице отличная летняя погода! Идите погуляйте, позагорайте! Ну, займитесь чем-то интересным в конце-то концов! Папа, ну это же интересно! Ага, а пока мы будем гулять, кто нам будет кубки зарабатывать и гимны! Хм! О! У меня есть идея! Во! Держите вам на донаты и идите гуляйте! Круто, папа! Спасибо! Класс, папа! Такой добрый! Сидят, трудятся, целыми днями играют! Не могут даже на улицу выйти! Кубки и гемы зарабатывают! Чего стесняются? Попросили б сразу денег на донаты! Держите гуляйте! Э! Ну чё, задроты, опять сидите, браво, старт сгоняете? Ну да, папа, играем! Кубки набиваем! Тут это, ну как его? Короче, на улицу идите гуляйте, лето проходит, а! Ну, папа, нам нужны кубки и гемы заработать. Вот если бы ты нам задонатил, то мы бы в это время уже на улице были. Да. Задонатил? Типа денег, да? В игру? Сейчас, задоначу. Папа, сейчас нам задонатит крылья. Значит так, вот, Ярослав, донат для тебя. Не понял. А вот донат для тебя, Георгий. И чтобы в квартире не было ни одной пылинки и все было вымыто. Чем вам не донаты, а? Папа, мы передумали. Мы пойдем на улицу. Стопэ, стопэ. Сначала с донатами разберитесь. А про улицу я подумаю, если чистота будет. Все понятно. Фух, все дела сделал. Пап, пап, ты уже дома? Да, здравствуй, дочка, уже дома. А ты на машине? О, только припарковал. А тебе она еще нужна сегодня? Да не, я уже все дела сделал. Хочу отдохнуть немножко. А дашь мне ключи, пожалуйста. Мы с подружками съездим на озеро. Просто мы не хотим в автобусах трястись. Да, конечно, доченька, пожалуйста. Спасибо большое. Как с подъезда выйдешь, она сразу за углом припаркована. Хотя, доченька, подожди, подожди, стой. Что, папа? Дай-ка, ключики. Давай, доченька, я лучше вас туда завезу. Вы отдохнете, а потом позвоните мне, когда отдохнете. И я приеду вас, заберу и довезу обратно. Чего вы будете напрягать себя? Отлично, папа, спасибо большое. Я согласна. Сейчас только рюкзак возьму и подружкам позвоню. О, вот это тачка. Класс. Крутяковая. Папа, мы тут с подружками на озеро собрались. Может быть, дашь мне ключи от машины, чтобы на автобусе не ездить? Что? Ну, помнишь, как ты рассказывал, что тебе твой папа ключи от машины давал, и вы на озеро ездили с пацанами. Может быть, мне дашь. Подожди. Ключи от машины, да? О, на тебе ключи от машины. О, спасибо. А где ты ее припарковал? Да вот, как выйдешь из комнаты. За углом сразу. Я тут это, с твоим младшим братом давеча катался. Вот и припарковали. А я уж была подумала, что папа добрый стал. Так что, доченька, автобус, тралик тебе в помощь. Ну или велосипедка. Ключи от тачки дай. Сейчас. Папа, папа, нам тут Владимир Владимирович такую новость сказал. Какую, Владимир Владимирович? Да приемлер наш по футболу. И что он сказал, что за новость? Если нам родители дадут деньги, то мы всем футболным лагерем поедем на море. О, круто, ребята. Сейчас сложно выехать на море. А по сколько сдать-то нужно денег? Ну там по триста. Много, мало, мы не знаем. Ну по триста, так по триста. На море нормально будет. Где еще этим летом кто сможет выехать, да? Держите, мальчишки. Спасибо, пап. Спасибо. А папа согласился? Да. Спасибо, Дядя Добрый. А у меня тоже самое, пап, в лагере от бадминтона. Так отчего ты молчишь? Ведь это такая возможность на море съездить. Сейчас не у каждого получится. Тебе столько же, да? Да, столько же. А можно еще с собой что-нибудь? Конечно, можно. Держи. Стой. Найди еще. Мальчишкам тоже дай с собой, чтобы было. Не ожидал, что ты разрешишь. Спасибо большое. Гоша, Ярик. О, класс. В том году на море ездили, фотки нашел. Прикол. А сейчас-то никуда не едем. Папа. 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 Что? 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 Папа, у нас из спортивного лагеря собирают группу на море поехать. Всего 300 евро. Можно? И у нас, папа. И у нас. От футбола тоже. Всего лишь 300 евро? Всего лишь. А вы что, тоже по 300 евро на каждого, наверное? Да, папа. Всего лишь по 300 на каждого. Это же единственная возможность отдохнуть этим летом. Ага. Ключевое слово. Всего лишь. 300 евро. 300 евро. 300 евро. 300 евро. 900 евро. Нет, дети, я вам так скажу. Это не единственная возможность отдохнуть этим летом. Что? Можно два раза съездить? Вы можете, как в моем детстве, и 3,5 раз съездить. А можете один раз и до конца лета. Ура! Но помните, как в моем детстве. На отдых отправляетесь в деревню к бабушке. Полоть, окучивать, жуков собирать. Давайте, давайте. Можете вещи. Идти уже складывать. А морем вам послужит канава. В 50 метрах за деревней. 900 евро. Вы придумали. А так хоть урожай соберете. Всем привет. Продолжение следует...